Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. В начале выпуска коротко о главных темах. Сегодня православные. Это один из 12 главных православных праздников, который ежегодно отмечается в один и тот же день, 19 января. Он посвящен крещению Спасителя в водах реки Иордан и Анам Предтечий. Считается, что в этот день вода исцеляет и смывает грехи. По всей России пройдут богослужения и купания в прорубях. Не испугался холодов и наш корреспондент Владислав Кириенко. Он сейчас находится на Барнаульском речном вокзале и вышел с нами на связь. Как мне сообщают, он очень замерз. Владислав, вам слово. Анастасия, добрый день. Люди на главной купеле края начали собираться еще ранним утром. Здесь их собрались сотни или где-то тысячи даже. Однако на лед по соображениям безопасности пускают не больше 60 человек. Воду в купеле уже осветили, поэтому многие верующие могут окунуться. Проследуем этой традиции и мы. Друзья, я как заново родился. Если не успели, приходите на следующий год или приходите сегодня. Но это просто невероятно. Я пошел греться в баню. Анастасия, вам слово. Отлично, Владислав. Возвращайтесь скорее в редакцию. Ждем вас. Будем отогревать горячим чаем. А я добавлю. Прежде чем окунуться в прорубь, врачи настоятельно рекомендуют проверить свое здоровье. В противном случае осложнений не избежать. Противопоказания следующие. Сердечно-сосудистые заболевания. Заболевания органов дыхания и центральной нервной системы. Если вы не входите в группу риска, перед тем, как окунуться, проведите гимнастику. Она поможет разогреть мышцы и не даст быстро остыть. Раздеваться нужно перед самой прорубью. Заранее подготовьте сухую одежду и обувь. Ни в коем случае не окунаться резко и с головой. То есть это должно быть постепенное погружение. То есть немножко ноги, а не сразу резко ныряние. Это исключено, потому что это резкий спазм сосудов. И вот таких негативных реакций может быть гораздо больше. Особые рекомендации касаются детей. Ребенка до трех лет из специалистов не рекомендуют окунать в прорубь без предварительного закаливания. А вот что точно нельзя делать в крещении, мы узнали у священнослужителей, а также вспомнили народные поверья. На крещение нельзя пить спиртное, особенно перед окунанием в прорубь. Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. Не рекомендуется выносить или выкидывать крупные вещи из дома и заниматься уборкой или тяжелым физическим трудом. Нельзя ругаться и сквернословить. Святая вода может утратить целебные свойства, если, набирая ее, вы думаете о дурном. В крещении нельзя плакать. Считается, кто льет слезы в этот день, будет плакать до следующего праздника. Нельзя стирать, так как можно осквернить воду. Гадать также не следует, иначе, согласно народным поверьям, можно перегадать судьбу в худшую сторону. Подписная кампания в поддержку Владимира Путина завершается в Алтайском крае. На данный момент более 20 тысяч жителей региона уже подписались за президента. Стационарные точки по сбору подписей продолжают свою работу в крупных городах Алтайского края. В этом заключается принципиальная позиция. Необходимо предоставить возможность оставить подпись всем, кто хочет это сделать. Вне зависимости от уже собранного количества подписей. Безусловно, процесс их сбора является сугубо индивидуальным. Однако впервые за все время подписной кампании в региональный избирательный штаб кандидата обратился целый коллектив – хоккейный клуб Алтай. Спортсмены выразили желание поддержать Владимира Путина, который, к слову, и сам не раз выходил на лед в составе команд ночной хоккейной лиги. Подписи в поддержку самого движения Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта поставили члены команды, которые прописаны в родном регионе. Наша команда не осталась в стороне, так как все знают, что Владимир Владимирович является ярым поклонником хоккея, сам играет в ночной хоккейной лиге. И команда изъявила желание тоже оставить свои подписи в поддержку как кандидата президента Российской Федерации. И к другим темам. 80 лет исполнилось Бийскому рыбозаводу. Это одно из старейших предприятий рыбоперерабатывающей отрасли Алтайского края. Кстати, завод известен в крае не только своей продукцией, но и тем, что на нем работал будущий президент Польши. На производство побывала моя коллега Анастасия Борисова. Перед тем, как попасть в упаковку, каждая рыба проходит как минимум 7 стадий производственного цикла. Вот эта сель, например, сейчас сушится, скоро она отправится на копчение, и уже завтра она окажется на прилавках магазинов. А вот если на чешуе есть рубцы, то это не ликвид. Он не идет на следующую стадию производственного цикла. Бракованную рыбу Татьяна Рыбакова определяет за 30 секунд. Еще бы, с таким-то опытом. Работает на заводе уже 10 лет. И стать рыбообработчиком Рыбакова решила не из-за фамилии. Говорит, это простое совпадение. Во время работы же случайностей не допускает. Мы скумбрию хорошую отбираем, делаем из нее, ну как скумбрия, пряного посола будет. Которая с небольшими порывчиками пойдет на пресервы. Для этого каждую рыбу сотрудники измельчают вручную. Автоматизированные нарезки на заводе не используют. Из первых рук надежнее. Сотрудники цеха говорят, чем аккуратнее нарезать, тем вкуснее получится на выходе. Только за одну смену каждый работник изготавливает больше 300 пресерв. Применяется ручной труд. Но что изменилось? Если когда-то, когда я здесь начинал директором, были еще бетонные чины, рыбу солили. То сейчас на заводе мрамор, нержавейка и кафель. Все. Три материала, которые используются. А другое не принимается. Вот это то, что дало время. Ежемесячно завод выпускает до 200 тонн продукции. Более ста наименований. В тренде у покупателя соленая сельдь. На втором месте скумбрия. Затем идет кита. Чтобы побаловать любимых покупателей, технологи разрабатывают новинки. На прилавках появится навага, филе минтая, кальмар холодного копчения, салат из морской капусты с папоротником. А для гурманов начнут выпускать скумбрию пикантную. Ее фирменный рецепт нам так и не раскрыли. Говорят, трудно описать словами. Но пообещали, уже в этом году она появится в магазинах. И жители Алтайского края сами смогут оценить деликатес на вкус. Жилье в Барнаульских новостройках подорожало до уровня 2015 года. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в среднем прибавила 580 рублей. И сейчас стоит 43 410 рублей. Эксперты рынка недвижимости связывают медленный рост цен в декабре прошлого года с сезонным фактором и растущим спросом из-за доступной ипотеки. Если говорить о конкретных сегментах рынка, то однокомнатные квартиры в новых домах Барнаула подорожали на 800 рублей за квадрат. Двушки прибавили в цене 600 рублей, трехкомнатные стали больше на 300 рублей за квадратный метр. Также риэлторы дали прогноз о том, что будет происходить на рынке недвижимости в ближайшие полгода. По нашим прогнозам, скажем, небольшая стагнация происходит на протяжении какого-то полугодового периода. А то, что будет после 1 июля 2018 года в силу изменений 214 закон, мы ожидаем некоторого увеличения. Поэтому застройщики сегодня плавно подходят к тому, чтобы максимально проработать ценовую политику, чтобы она была вменяемая для Алтайского края и чтобы не отпугнуть своими ценами наших покупателей. Поэтому если и будет, то это будет очень плавная, небольшая корректировка в сторону повышения. Первый этап масштабного ремонта Алтайского музыкального колледжа завершается в Барнауле. На это из краевого бюджета было выделено 43 миллиона рублей. Один из ведущих музыкальных колледжей из Сибири был построен в 1983 году. С тех пор серьезного ремонта в нем ни разу не было. Решением губернатора Александра Карлина осенью 2017-го в четырехэтажном здании начались первые работы по обновлению. Строители уже заменили кровлю, инженерные коммуникации и окна. Завершается ремонт фасада и учебных классов. Теперь в аудиториях будет специальная звукоизоляция, которая позволит студентам играть на любых музыкальных инструментах, не мешая друг другу. Окончание работ по первому этапу реконструкции планируют завершить 30 января. На втором этапе будет проведен ремонт пристройки и концертного зала. К работам приступят в 2019 году. Конечно же, ремонт мы очень ждали достаточно долго. Мы сейчас ему очень рады. Он уже приближается к завершению последней недели этого ремонта. Я думаю, что в новом корпусе наши преподаватели, наш коллектив будут работать еще, наверное, более содержательно, качественно и интересно. И к новостям культуры. Наша землячка, певица Диана Дея, выступила с мэтром российской эстрады Львом Лещенко. Да не просто спела, а, говорят, показала широту алтайской души, угостив артиста мороженым. Все мои печали вскроют на вагоне снега. Все мои сомнения словно лед я растоплю. Это фрагмент песни «Улетело лето», которую Диана и Лев Валерьянович исполнили на фестивале «Песня года». Вскоре после этого алтайская певица порадовала поклонников еще одним дуэтом. На телешоу «Рождественская песенка года» Диана Дей выступила вместе с известным певцом Алексеевым. Для молодой артистки это уверенный шаг в мир шоу-бизнеса, но далеко не первый. Ее сольная композиция «Лав» давно в ротации самых популярных радиостанций страны, а клип регулярно попадает в музыкальные видеочарты. Кроме этого, Диана ведет блог на Ютьюбе и в Инстаграм, где раскрывает закулисные тайны шоу-бизнеса. И в конце выпуска о погоде. Аномальные морозы ожидаются в Алтайском крае на этих выходных. Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 42 градусов. Морозы крепчать будут постепенно. Если сегодня днем в крае минус 12-17 градусов, то в ночь на субботу температура упадет в некоторых районах до 35 градусов. Днем в субботу минус 22-27, в предгорьях региона до минус 17. В первый выходной день в Барнауле столбики термометров упадут до 25 градусов мороза. А вот уже в воскресенье температура станет аномально низкой. Причем холода продержится как минимум до 24 января. На этом пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Также не забывайте про социальные сети. Предлагайте свои темы, мы обязательно о них расскажем. До встречи в 17 часов. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok